Здравствуйте, ребята! С вами я, преподаватель спецдисциплины отделения информационных систем Акцебинского высшего политехнического колледжа Жумагомбетова Раушан Дзенитулаевна. В сегодняшнем видеоуроке я расскажу про создание внешней обработки 1С в режиме реального приложения. Эта информация очень пригодится начинающим разработчикам системы 1С предприятия, разработки функционала управляемых форм и так наряду с обычным режимом работы в 1С предприятия существует также режим управляемого приложения, где используется механизм управляемых форм и также можно создать обработку в управляемом приложении. Чтобы создать обработку 1С, нужно вместо обычной формы создать управляемую форму. Покажем этапы создания обработки простой задачи. Задача перед вами, предположим, есть строка текста, которая задается в поле текст. По кнопке «Выполнить» нужно рассчитать ее длину и вывести эту длину на экран сообщения. Выполним это поэтапно. Сначала открываем 1С в режиме конфигуратора. Наша задача будет рассматривать на примере конфигурации 1С-бухгалтерия. Базу открываем с помощью конфигуратора. Открывается 1С-бухгалтерия. Задаем пользователя. Нажимаем «Ок» в конфигураторе. Создаем новую обработку. Для этого нажимаем меню «Файл», «Новый». Выбираем внешнюю обработку. «Ок». Сначала назовем нашу обработку. К примеру, она будет рассчитывать длину строки. Теперь нам необходимо определить структуру данных в обработке. Нажимаем «Добавить новый реквизит». И реквизит у нас будет называться «Текст». Так как по условию задачи пользователь будет вводить строку в это поле. Так, длина строки будет 100. Далее нам нужно создать управляемую форму. Нажимаем «Добавить форму». По умолчанию управляемой формы нажимаем «Далее». Выбираем поле, текст. Нажимаем «Готово». Создается форма обработки. Разворачиваем ее. Для начала создаем команду. Для последующей кнопки «Выполнить», на которой мы будем нажимать, команда будет называться «Действие выполнить». Определяем соответствующие действия, определяем соответствующую процедуру в модуле этой формы. Выбираем «Создать». Нажимаем «Ок». Процедура создается. На клиенте директивы препроцессора, на клиенте. В этой процедуре мы пишем следующий код «Сообщить». Так, пишем «Длина», «Строки», «Двоеточие». Приплюсываем к этому функцию, функцию длина самой функции. Пишем «Текст», «Поле», «Текст», «Указываю объект», «Точка текст» и столько-то символов. Так, год прописали. Переходим в управляемую форму. В форме добавляем новый элемент. Это будет у нас кнопка. Кнопку называем «Выполнить». Так, заголовок тот же самый, определяемыми командами. Имея команды «Действие выполнить», «Ок». И данная кнопка появилась у нас на экране. Теперь сохраняем нашу обработку. Рассчитать длину строки. Сохранить, нажимаем. И теперь входим в режим управляемого приложения. В режим 1С предприятия. В ту же базу. Указываем пользователю в режиме управляемого приложения. Открывается интерфейс «Такси». Так, здесь мы, чтобы открыть свою обработку, нажимаем вот на эту кнопку. Файл «Открыть здесь». Выбираем нашу обработку. Рассчитать длину строки. Нажимаем «Открыть». И вот она появилась. Здесь вводим любое сообщение. Например, вот такое нажимаем «Выполнить». И в сообщениях ниже нам вывелось следующее сообщение, которое мы, соответственно, программировали. Длина строки – 7 символов. Таким вот образом мы создали внешнюю обработку в режиме управляемого приложения. Спасибо за внимание, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!